Сегодня 1 апреля, в день смеха, Дмитрий Медведев решил провести несколько часов в компании участников проекта Comedy Club. Президент принял гостей в библиотеке в своей подмосковной резиденции. Несмотря на неформальный характер разговора, темы обсуждались весьма актуальные. Репортаж Антона Верницкого. Официальная резиденция президента. Журналисты, работающие с главой государства, присутствовали на многих его встречах, но такого чаепития, пожалуй, здесь еще никогда не было. Гарик Мартиросян и Павел Воля, Тимур Батруддинов и Игорь Харламов, более известные телезрителям Comedy Club'а, как Гарик Бульдог Харламов. А также неожиданно серьезный сегодня Михаил Голустян. Дмитрий Анатольевич, а вы кого-нибудь разыграли сегодня? Пока нет, я готовлюсь. У меня на столе много лежит поводов для розыгрыша. Я не знаю, с какого начать. В разных папочках. Зеленые, красные. Вот каждая папочка – это повод для доброй шутки. Или наоборот. Серьезного разговора 1 апреля, естественно, не получилось. Поговорили о сериале «Наша Раша», о гражданстве Гарика Мартиросяна, о талисманах Сочинской Олимпиады и о других актуальных темах. Ну сейчас тоже, о чем мы ехали, когда в автобусе разговаривали. Действительно, всю страну интересует следующий год, 2012 год. Очень серьезный, судьбоносный для России. И все, конечно, единственное событие, которое ждут все в России. Мне очень интересно спросить, Дмитрий Анатольевич, вы как сами собираетесь праздновать 200-летие Бородинской битвы? На самом деле, могу вам сказать, что буду праздновать по полной программе. Это был первый стих, который я выучил в детстве. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Поэтому я на самом деле считаю, что это большое событие в жизни нашей страны. Но будем широко праздновать. Будем широко. Я надеюсь вместе. Когда дело дошло до поздравления с Новым годом, это уже никого в президентской резиденции и не удивило. Все-таки 1 апреля. «Быть президентом России – непростая работа. Это как из болота тянуть бегемот. Быть президентом России – нелегкая брень. Скажет любой, кто видел программу «Время». Быть президентом – не просто красивая фраза. Труднее быть только директором автоваза. Теперь нежнее. «С Новым годом, президент России! Отдыхай, набирайся силы! На работу для тебя здорово! И января, и января, и января!» Как выяснилось, эта песня, а ее Дмитрий Медведев обещал прослушивать ежедневно по утрам, уже записана в iPad. Его резиденты Comedy Club подарили Медведеву вместе с записями всех своих телевизионных программ. Можно развернуть? Конечно, да. Имейте в виду, ФСО это не проверяло. Поэтому все последствия будут прямо сейчас продемонстрированы. Разворачиваю. «Наша Раша – новый выпуск, когда-то не было. И не будет. Если они появятся в интернете, то виноват кто? Нет, мы просто будем знать. Никто не виноват. Никто не виноват. У вас Wi-Fi здесь есть? Есть. Какой пароль скажете? Пароль Медведев так и не сказал. Во всяком случае, в присутствии журналистов. Поблагодарив за подарок, пообещал брать его в командировке. На что тут же услышал «Возьмите лучше нас, живьем». А дальше, выражаясь протокольным языком, встреча проходила за закрытыми дверями. Антон Верницкий, Первый канал. Вот буду брать... Вот буду брать...